Проект предполагает, что западную хорду будут строить в два этапа. Первый участок – почти 7 километров с эстакадами и развязками – пройдёт от автодороги А-280 Ростов-Таганрог до Кумжинской рощи. Сроки строительства – 22-24 годы. Второй – длиной в 5,5 километров дальше от рощи до моста через Дон на западном шоссе. Его нужно проложить до 25-го года. В итоге эта хорда вынесет транспортные потоки из города и даст новые маршруты Левенцовке. После строительства западной хорды микрорайон Левенцовка без каких-либо дополнительных объектов будет полностью посвязан. Ну, включайте, тут есть время. Данная транспортная развязка будет соединён с западной хорды. Также мы сделали выход на перспективную застройку Левенцовская-2. При строительстве трассы будут установлены шумозащитные экраны. Но представленный губернатору проект пока не утверждён. Ещё есть, что обсуждать. По мнению Василия Голубева, нужно выехать на место и посмотреть, как этот важнейший дорожный объект впишется в город, и снять все вопросы волнующих горожан. Давайте договоримся, во что бы то ни стало, я строить не буду. Во что бы то ни стало, я строить не буду. Должны быть настолько доводы убедительные и, собственно говоря, без сомнения, это тот случай, когда мы начнём строить хорды. Побывать на месте стройки хорды в Кумжинской роще Василий Голубев планирует уже в ближайшее время. Лидия Романченко, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.